Эта нелепая интро как бы символизирует беспощадность второй части The Last of Us. Она беспощадна ко всему живому и неживому, беспощадна к неписям, беспощадна к пёселям, беспощадна к инфицированным, беспощадна к тебе дорогой игрок и просто безжалостно к сотрудникам студии разработчика. Мне даже представить страшно ценой каких кранчей со сверхурочными достигалась вся вот эта красота. Заострять внимание на технологичности картинки смысла особого не вижу, едва ли для кого-то станет сюрпризом, что Naughty Dog как и всегда восседает на точеной пике прогресса. Но дизайнерам окружения отдельное уважение все же выскажу. Они Нобелевскую премию мира заслужили за мир, который тут отгрохали. Да, именно так работает Нобелевская премия мира, отстаньте. А игра, если что, не маленькая. Часов 25-30 вы на нее потратите. С большущими локациями, с кучей побочных домов и нычек, которые позволяется обшаривать и которые по невнимательности можно и пропустить. И все это бережно обставлено, отрисовано и набито таким количеством деталей, что про них можно отдельный ролик снимать. Следуя заветам четвертого анча, второй The Evil Within или последний God of War имеется и прямо-таки открытая локация, на полное исследование которой пару часов можно убить легко. Только вместо лодочки тут коняшка, вместо драконов инфицированные, а вместо рунических загадок... Наступит день, когда Naughty Dog сделает игру без катания мусорных баков, Благо, не баками нам запомнилась оригинальная The Last of Us. Экшон преобразился со времен первой части весьма, несмотря на все те же ключевые элементы. Тот же по большому счету крафт, те же по большому счету стволы, коктейли молотова, флешки-дымовухи и самонаводящиеся кирпичи-бутылки. Изменения кроются в новом дизайне локаций, на арены стали более объемными и многоуровневыми. И в том, что Элли, в отличие от старпёра Джоэла, умеет, во-первых, скакать о кисайгак по этим аренам в любом направлении, а во-вторых, бесшумно ползать, что вкупе с вездесущими густыми зарослями, которым позавидовали бы подмышки Дину, им позволяет скрыться с глаз противников почти в любой точке локации. На бумаге эти отличия не кажутся такими уж критическими, но на практике играется сиквел совершенно не так, как оригинал. В стычках с врагами Элли, по сути, косплеит челюсти, наводя на непись и ужас своим плавником-рюкзаком, торчащим из травы. Барышня, она хрупкая, уже после нескольких попаданий превращается в тыкву, так что игра вынуждает нападать из-под тишка, грамотно распоряжаться сложившейся ситуацией, вовремя нырять в траву, когда та самая ситуация выходит из-под контроля, и оперативно менять позицию, дабы вновь нанести очередной удар из-под тишка, но уже с другой стороны. И благодаря проработанности локаций, вечному дефициту ресурсов, псинам сутулым, способным вычислять местоположение Элли по запаху изо рта и прочим нюансам, заложенным в геймплей разработчиками, игровой процесс затягивает неистово. К нюансам, если что, можно отнести стеклам, зачастую перекрывающий дополнительный маршрут. Они ломаются, но грохотом при этом триггерят всю округу. Ближний бой, буквально двухкнопочный удар и уклонение, но требующий от игрока хорошей реакции и глобального понимания обстановки. Реакция Элли на попадание, в лучшем случае ее просто на землю отвлетевшей пули швырнет. В худшем придется еще и стрелу из себя выковыривать, все это время истекая кетчупом. Ну и банально, ощущаются сражения шикарно. Как шакалит камеру, какие крупники оператор берет во время ближнего боя, как все это звучит и тому подобные аспекты геймплейной кинематографичности, все на достойном уровне. Сдобрили игру и Uncharted элементами. Не такими, конечно, безбашенными, но бесспорно драйвовыми и уместными. Есть во всем этом великолепии один подвох. Работает экшон так, как я описал, лишь на максимальной сложности. Речь не про Grounded, знакомую вам по первой части, а про вот эту. Здесь Grounded появится лишь после релиза, так что ничего про нее сказать не могу. На выживании вторая The Last of Us работает так, как она очевидно задумывалась. Если скрутить сложность хотя бы на один пункт, то игра уже не особо вынуждает тебя двигаться. Чаще всего можно просто сидеть за одним и тем же столом, отстреливаясь от напирающих врагов. Урона они вносят не так уж много, реакция у них не такая молниеносная, патронов у тебя хоть жопой ешь, а расходников такая гора, что крафтишь взрывоопасные девайсы ты не по необходимости, а просто потому, что материалы девать уже некуда. Я понимаю, что все, конечно, индивидуально, но просто на всякий случай. Если локации кажутся тебе чрезмерно большими от того, что воюешь ты лишь на малой их части, а искусственный интеллект выглядит туповатым от того, что противники ведут себя пассивнее, чем следовало бы, то советую повысить сложности, тогда ты получишь именно то, что я описывал чуть раньше. Просто игра явно сбалансирована была лишь под самый высокий уровень сложности. На нем начинаешь ценить дизайн и размер арен, каждую из них к концу боя вы обижите целиком, вам тупо не дадут посидеть на одном месте, да и патронов на одном месте не валяется. И на нем становится понятно, что искусственный интеллект нерасторопный ровно настолько, чтобы игру можно было пройти без желания вскрыть себя от безысходности вены. Какие-то противники несутся Келли со всех ног, какие-то держат позицию и прикрывают, а в случае чего начинают методично выискивать героя по углам. Но при этом на выживании игра вполне проходима. Даже я ее целиком осилил, а вы видите, какой у меня скилл стрельбы из геймпадов. Хуже разве что скилл игры на гитаре. Сражения с зараженными протекают немного в ином темпе. Во-первых, они проходят в более замкнутых пространствах, а во-вторых, тут уже особо не постелсишь, когда тебя заметили. Полуживые мертвяки тактическим премудростям не обучены и продохнуть тебе не дадут, будут прессовать безостановочно. Приходится импровизировать куда быстрее и оптимизировать стратегию не под стелс, а под вливание как можно большего урона ценой как можно меньших ресурсозатрат. Как по мне, потенциал боевой системы в стычках с инфицированными раскрывается не так ярко, как в стычках с людьми, но на атмосферу эти бои играют великолепно. Один из самых криповых эпизодов за всю игру — это рысканье в офисе, в котором прячется под десяток грибных ублюдков. Эти сволочи реально поджидают за укрытиями, перебегают от одного к другому и не подсвечиваются паучьим чутьем. Плюс типов врагов в сиквеле стало больше, и когда они все одновременно пытаются каждый по-своему сожрать тебе лицо, вот тут начинается настоящая веселуха, от которой седалище потеет похлеще, чем от сюжетных твистов. Кстати, о них. Эта игра 100% порвет вам жопу. Это не предположение, это факт. История второй The Last of Us скроена таким образом, чтобы жопу порвать, а потом долго зашивать обратно. Но вот срастется ли конкретно ваша пятая точка к концу прохождения, этого я уже гарантировать не могу. Причем дело даже не в Social Justice повестке, хотя она тут есть, кто бы после всех сливов сомневался. Есть тут перекачанная девчушка, при взгляде на которую и у Сильвестера Сталлоне бы комплекс неполноценности развился. Есть тематический мерч. Есть лесбиянство. Хотя к нему у меня лично претензий не возникло. История на этих отношениях завязана, органично в их контексте существует, да и какие в конце концов могут быть претензии к целующимся в кадре девушкам. И вообще по большому счету это пропаганда патриархата. Сами смотрите, слабый пол даже банку из подсоления не осилил. Хотел бы я сказать, что тут нет трансгендеров, но не скажу, ибо и этим добром сюжет приправили. Дьявол, если что, кроется в штанах не вот этой дамы. Это абсолютно цисгендерная женщина, просто она нашла целое ведро стероидов и ни с кем не поделилась. Трансгендера я вам не покажу, сюрпризом при прохождении будет. Я, как говорится, не гомофоб, но вся ветка с этим персонажем вызывает крайне смешанные эмоции. По причине того, что подана она прям вот по методичке эталонной толерантности, что в жесткий сеттинг The Last of Us вписывается, скажем прямо, со скрипом. У нас тут как бы постапокалипсис, суровое общество, выживающее на обломках цивилизации и с энтузиазмом, грызущая друг другу глотки за иной взгляд на что угодно, включая идеологию. Но при этом любое взаимодействие главных героев с трансом пропитано таким градусом уважения к его самоидентификации, будто невидимая Анита Саркисян на протяжении всей игры нож у их горла держит, не дай бог за деднеймят хоть раз. Наблюдать за этим и смешно, и грустно одновременно. Но, возможно, я просто конченый биггат, и у Элли для меня есть бутерброд. В любом случае, жопу вам новая The Last of Us порвет не повесточкой. Игра все-таки не про нее. Хотите верьте, хотите нет. Она, как и было обещано, про ненависть. Про то, как ненависть меняет мир вокруг тебя, и как меняет тебя самого. Крайне суровая и осмысленная история. Жесткая и, повторюсь, безжалостная. Нелишенная, однако, типичного для Ноти Дог непринужденного взаимодействия героев. Со всевозможными подколами во время геймплея, зачастую подаваемого в позитивном ключе. Следить за тем, как герои исследуют окрестности, а заодно и самих себя, до сих пор чертовски интересно. Это хочется слушать, и это еще больше насыщает, и без того насыщенный эксплоринг. Хотя, признаюсь честно, уровня химии Элли и Джойла из оригинальной игры достигли разве что... Элли и Джойл из сиквела. Арки с другими напарниками такого же мощного отклика не вызывают. По крайней мере, у меня. И тем не менее, игроку всегда есть куда зайти, что поизучать, какие секретики ради лута, или просто, чтобы насладиться очередной порцией комментариев от собеседника слэш-героя, поискать. Так почему же игра в клочья разорвет не один пердак? Все просто. Из-за истории. Нил Дракман захотел сделать что-то, чего раньше не делал. Что-то посложнее, чем Uncharted и первая The Last of Us. И сделал то, чего никто из игроков не хотел. Проблема не в завязке сюжетом. Проблема, скорее, во второй половине игры, которую все без исключения фанаты оригинальной The Last of Us встретят одинаково. Дракман абсолютно осмысленно идет на крайний рисковый ход. Он вонзает игроку в спину нож и показывает то, чего тот 100% видеть не хочет. А затем начинает размеренно и неторопливо доказывать, что на самом деле это именно то, что игроку было нужно. Попутно нож проворачивая на протяжении долгих часов. А ты такой сидишь и... И знаете что? Раскрывает тему игра весьма умело. В отличие от какого-нибудь финального сезона Игры Престолов, который шел наперекор ожиданиям фанатов лишь для того, чтобы высрать максимально внезапные твисты, пусть и в ущерб здравому смыслу, сиквел The Last of Us наперекор ожиданиям фанатов идет потому, что это необходимо для донесения идеи, которой игра и посвящена. Это видно потому, как она написана, как структурирована, как подается и как заканчивается. Финал игры, мягко выражаясь, великолепен. Шикарно завершает историю, а снят так мощно, что я его до сих пор на футажах пересматриваю время от времени. В этот момент ты волей-неволей соглашаешься с тем, что нож у тебя в спине Дракман прокручивал не просто так. Он знал, что делал. Старик, конечно же, не выжил из ума, как могло показаться по спойлерам, утекшим в сеть задолго до релиза. И по этой причине мы сейчас видим такие высокие оценки прессы, как творческое произведение — это потрясающая игра. Один из лучших сюжетных боевиков текущего поколения. Но! И тут мы подобрались к самому интересному. Это все равно не то, что игроки хотели от сиквела увидеть. И шрам от ножа в спине — не факт, что затянется бесследно. Мой шрам не затянулся по большей части из-за продолжительности. Помним, да, что игра длиннющая? Так вот, следить за теми сюжетами, за которыми игрок изначально не хотел следить, приходилось на протяжении часов десяти. И до тех пор, пока эти сюжеты не привели к финалу игры, это все равно был совершенно не тот экспириенс, которого фанаты так долго ждали. Новая The Last of Us не вызывала бы ни у кого претензий, если бы не существовала старая The Last of Us. Но злая ирония заключается в том, что без старой The Last of Us сиквел работать не будет и не вызовет такого сильного отклика у игрока. Сиквел заставляет переосмыслить первую часть дилогии, причем таким сука брутальным методом, к которому многие окажутся не готовы. Я, к примеру, оказался не готов. В этом заключается главная художественная ценность этой истории. Но в этом и главное ее противоречие, разрывающее игрока на части при прохождении. Чего у игры не отнять, так это того, что на эмоции она пробивает «будь здоров». Вопрос лишь в том, как каждый конкретный игрок будет эти эмоции переживать. Сможет ли он отставить в сторону, хотя бы на время, психологический багаж, полученный от первой части, или будет за него цепляться до последнего? К примеру, мы с Димой Кунгуровым оба прошли игру, оба любим оригинал 13-го года и его персонажей, но сиквел восприняли совершенно по-разному. Он от багажа избавился. Я так и не смог. Вот в этом подкасте, если что, обсудили. Кому интересно, можете послушать, насколько диаметрально могут отличаться впечатления от увиденного. Завтра, 19-го июня, игра ложится на прилавки. Скоро в сеть посыпятся пользовательские оценки. И знаете что? Я уверен, они окажутся далеко не такими положительными, как оценки критиков. Есть вероятность, что вообще пробьют дно. Причина проста. Пресса оценивала продукт. А игроки будут оценивать не столько сам продукт, сколько его соответствие своим ожиданиям. И это не претензия, ни в коем случае. Я сам такой же игрок. Просто по долгу службы вынуждены время от времени оценивать проекты непредвзято. Ну или хотя бы пытаться. Из позиции объективности, которая на самом деле не существует, но все же, я ставлю второй The Last of Us высший балл, как одному из лучших сюжетных проектов на данный момент. Но, как обычный геймер, который может себе позволить возводить в абсолют свое чисто субъективное, в конце 2020-го я буду голосовать за нее в номинации Разочарование Года. Потому что сюжетно это совсем не тот сиквел, который я хотел. The Last of Us Part II в ее конечном виде это игра, которую никто не хотел. Ты, человек, который сейчас смотрит это видео, ты не получишь то, чего ты ждешь от продолжения The Last of Us. Чего бы ты не ждал, оно этим не является. Но тем не менее, оно является изумительной игрой. Да чё смеяться, я ее два раза подряд прошел. Спустя 28-часовое прохождение не смог удержаться и не повторить этот опыт еще разок. Настолько, блин, затягивает. А как воспримешь вторую часть The Last of Us конкретно ты, мой дорогой зритель, не смогут тебе гарантировать ни чужие рецензии, ни рейтинги Метакритика, ни сама Ванга вместе с Нострадамусом в тандеме. Только ты сам. Поэтому поздравляю, только что ты потратил 17 минут жизни на самый бесполезный обзор в интернете. До встречи на StopGamer. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok